Яркий пример последствий наркодилерства показали в Витебске. За хранение наркотиков судили учащегося местного лицея приборостроения. Вот только на скамье подсудимых юноша присел в присутствии своих однокурсников. Для таких целей один из кабинетов учебного заведения модернизировали в зал суда. Как считают специалисты, такой наглядный процесс весьма действенный. Без лишних слов напоминает молодежи, что за щепотку травки или карман таблеток в любом случае придется отвечать. Ольга Масловская с подробностями. Занятия отменены и не для того, чтобы провести торжественную линейку. В лицее сегодня суд. В незаконном хранении наркотиков обвиняется учащийся третьего курса. Под зал судебных заседаний временно оборудовали читальный зал библиотеки. Оглашаемое прокурором обвинение слушает не только подсудимый, но и его однокурсники. По мнению правоохранителей, такое реалити-шоу. Эффективнее листовок «Скажи наркотикам нет». Конечно, не заставляю задуматься, потому что они приводят примеры тому, что получается с людьми после употребления наркотиков. По словам подсудимого, впервые наркотики он попробовал около года назад. Несколько раз курительными смесями угощали друзья. Слышал о так называемых марках. Когда появились деньги, решил попробовать новинку. У меня были деньги, подаренные на день рождения. Получается, я захотел попробовать 400 тысяч. Я захотел попробовать марку. Что такое марка? Психотопное вещество. Откуда вы узнали о том, что существуют марки? В интернете. Наркотик заказал через интернет. Деньги перевел на электронный кошелек продавца. В ответ получил сообщение с адресом закладки. Полиэтиленовый пакет с двумя картонками, пропитанными сильнодействующим психотропом, были спрятаны на окраине Витебска, в этой автомобильной покрышке. Уже под кайфом и с маркой, оставленный в кармане на потом, молодого человека задержала милиция. Обнаруженный при нем наркотик стал поводом для возбуждения уголовного дела по факту хранения наркотиков без цели сбыта. Он был задержан сотрудниками ОВД с 0,6 грамма вещества растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является особо опасным психотропным веществом. Характеризуется молодой человек положительно, совершенно из нормальной семьи. Ни на каких видах учета не состоял. Свою вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил учащегося лицея к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Это означает, что даже административное правонарушение, совершенное в ближайшие 2 года, приведет молодого человека за решетку. Ольга Масловская, Сергей Котов, Зона Х, Витебск. Ольга Масловская, Сергей Котов.